Раскладывать карты еще не время, отмечают специалисты дорожных служб. В столицу региона, кажется, вновь вернулась зима и принесла с собой легкие морозы. И хотя непогода вмешалась в планы рабочих, изменить их кардинально все же не смогла. В Самаре продолжается аварийный ямочный ремонт дорог. Его выполняют до наступления строительного сезона с применением литой асфальтобетонной смеси, работать с которой можно при минусовых температурах воздуха. Преимущество данного ремонта заключается в том, что в связи с наступлением весны и частным переходом температуры атмосферного воздуха через ноль, то есть это положительные либо отрицательные температуры, происходит усиленное разрушение асфальтобетонного покрытия. Литые смеси, которые используются при данном виде ремонта, хочется подчеркнуть, что это новые смеси по новым ГОСТам. Дорожное полотно словно живой организм, отмечают специалисты, в котором время от времени случаются сбои. Дефекты необходимо устранять своевременно. Вначале рабочие производят обрубку карт, затем очищают приготовленные участки от грязи, пыли и снега, после чего заливают их литой асфальтобетонной смесью. В качестве помощника специализированная машина «Кохер» – своеобразный автомобиль-термос, который не дает заводской смеси быстро остывать. Ежедневно на подготовку дорог к предстоящему строительному сезону на улицу города выходят 6 бригад по 4-5 человек и несколько единиц спецтехники. Мешает, конечно, техника движущая, но в основном производится ремонт ночью, чтобы и движений меньше было. Погода пока дает возможность там работать. Работы по аварийно-ямочному ремонту дорог начались в середине февраля и в настоящее время ведутся в круглосуточном режиме. Специалистами уже отремонтированы 45 объектов уличной дорожной сети на площади 2700 квадратных метров. Сегодня днем дорожники выйдут на улицы Клиническую, Новоурицкую и Советской армии, а ночью приступят к восстановлению участков на Куйбышево, проспекте Ленина и улице Уральской. С наступлением плюсовых температур дорожные службы смогут приступить к карточному ремонту, а также к комплексному обновлению улиц. Ольга Павлова, Григорий Плешаков, События.